ну уже успели подеградировать всласть надеюсь что да потому что сейчас речь пойдет об игре укрепляющий мозг talos principle предупреждая будут спойлеры все выпуски этой рубрики полны спойлеров ну так вот совсем недавно я сделал обзор на эту игру но опять же не успел пройти dlc все-таки 120 загадок оригинала это очень много да и легкими их назвать нельзя не мне уж точно плюс еще 30 на поиск звезд и еще 9 на дополнительные комнаты и того почти 160 головоломок вот в такие вот моменты слова головоломка начинает играть знаете новыми красками голова в буквальном смысле начинает ломаться ну и понятное дело 160 загадок это более чем достаточно чтобы игра надоела задолбала осточертела какой бы хорошей не было игра она раньше или позже надоест как и все в этом мире плоти и материи детишки поэтому ни о каком dlc на тот момент речи идти не может ты досматривая шикарную эпичную заставку буквально оседаешь в кресле которое уже забыла что ваша задница это не его прямое продолжение однако игра слишком хороша чтобы отпустить ваши мысли а если она еще и понравилась то вы точно не можете еще долго спокойно уснуть очень хочется узнать а что же там было дальше по сюжету все потому что сюжет talos principle это нечто и вот тут вы как раз таки вспоминаете что к игре есть dlc одно на самом деле остальные дополнения это так бутафория это тестовые уровни прочие мишура развлечения ради мол посмотрите как мы умеем а вот именно что полноценное сюжетное продолжение у игры одно напомню что сюжет принципа талоса таков в 21 веке ледники начали подтаивать и на свободу вышел некий вирус который начал косить человечество ага нет шутки про коронавирус тут не будет нам-то еще повезло тот вирус как говорят грамотные люди их не вирус он страшнее его невозможно вылечить ну по крайней мере лекарства от него так и не нашли а ученые там были очень даже продвинутыми вот его воздействие человек заражается и в течение двух недель умирает причем деградируя постепенно разучивается делать осмысленное действие потом вообще соображать потом двигаться ну в общем прямо как мы с вами на ютубе и ученые понимают что спасения ты ты зараза нет и очень скоро человечество вымрет тут сюжет кстати сильно перекликается сюжетом игры horizon ноль вниз ноль вниз там тоже ученые пришли к этому выводу только в horizon решили создать искусственный интеллект который восстановит цивилизацию с нуля а в принципе талос руководствуясь тем самым принципом талоса они создали искусственный интеллект который продолжит жить и основываясь на знаниях притечь то есть на наших с вами до на огромной библиотеке данных построить свой мир и желательно уже без болезней кстати я это не упомянул мне просто показалось это чересчур очевидным извините принцип талоса это не научный принцип существующего реальности миф о талосе до существует но вот древнегреческого ученого сформулировавшего принцип разработчики выдумали специально однако они так умело вплели его в игру что непосвященный человек даже не догадается что не было никакого стратона жесть это все я вам уже рассказывал но вот чего я вам рассказать без спойлеров не мог это того какая на самом деле давящая атмосфера в игре она вроде бы и не жуткая а вроде как и очень даже жуткая ведь ты же сразу понимаешь что ты программа что элохим это программа симуляция бога для симуляции человека и весь мир это симуляция для симуляции поддерживаемой симуляции ради симуляции по факту вот он пересказ сюжета но находя компьютеры и читая сообщения обычных людей мы будем понимать как же им было страшно в последние дни блогеры делились последними мыслями прощались с аудиторией богатые и бедные съезжались домой чтобы умереть рядом друг с другом правительство писала памятки чтобы люди не закрывали дома и окна и запасали побольше корма чтобы животные после гибели могли воспользоваться зданием в качестве жилища ученые самоотверженно разрабатывали базу данных для искусственного интеллекта еженедельно отмечая смерти тех с недавно стояли рядом плюс капсулы времени с аудиозаписями у меня не хватит таланта передать вам всю атмосферу той безысходности что творится там с живыми людьми а тут бродит андроид которому запрещено покидать симуляцию хотя бы одним глазком взглянуть на реальный мир и вот под шикарный финальный саундтрек мы таки видим руина реального мира и единственная мысль а что же дальше а дальше дополнение road to gain a путь в гиену переводе на русский как вы помните игра имеет серьезное переплетение не только с философской мыслью но и с религиозной честно я впервые встречаю такую игру где настолько явно выражены эти вот моменты здесь и человек познающий веру и человек идущий по пути философии найду для себя очень много интересного и подметит много моментов очевидных им но не очевидных другим дополнение продолжает эту мысль гиена в христианстве это от то есть если в оригинале мы путешествовали по скажем так обычному миру ища дорогу в рай в дна то в дополнение мы спускаемся в ад сюжетное действие происходит за несколько мгновений до истинной концовки напомню в игре их три но две из них тупиковые хотя не менее интересные так вот элохим понимать что допустил ошибку и мир вот-вот будет стерт почему стерт и зачем вы и сами должны понимать если прошли игру однако из основного мира все кто надо уже спаслись а вот в аду застаряло несколько личностей и хватит и симулятор бога все-таки он заботится о каждом поэтому поручает уриэлю одному из своих ангелов спуститься в ад и вывести оттуда грешников уриэль это один из всех трех советчиков если помните ну и надо конечно же понимать что тут все условно уриэль это такая же программа как и тот искусственный интеллект которым мы играли в оригинале а грешники на поверху оказались скорее неудобными элохиму личностями которых он отправил в эту теневую зону чтобы не мешали и вот тут начинается самое интересное теперь мы не собираем сигилы они уже нафиг не нужны мы теперь освобождаем запертых в этом аду личностей более того мы можем и должны общаться с ними через терминал и вот тут открывается интересный факт этот ад уж больно похож на наш быт обычный повседневный быт в интернете то есть ты заходишь в терминал и находишь там форум на форуме эти люди давайте будем их радиодовство так называть на форуме они общаются пишут стихи рисуют картины лепят скульптуры создают ролевые игры творческие личности все как один также они изучают историю нашего с вами мира в общем живут обычной нормальной жизнью как они потом рассказывают они тут оказались часто по случайности не согласились воли элохимы или усомнились в том надо ли подниматься на башню видели в оригинале такие надписи типа программа сэм прекратила свою работу последние слова были такие то вот так вот этого сэма и остальных вы тут всех встретите однако вся их жизнь это жалкая пародия на нашу с вами и смешно и страшно дико интересно наблюдать за их общением и ходом их мыслей но в то же время ты понимаешь насколько они еще дети по сравнению с нами людьми сидящими за монитором дети копирующие бездумно родители в силу возможностей например все их картины это понятно нарисованные символами на экране фигурки но как серьезно они к ним относятся стихи это чуть ли не набор слов скульптуры палка-палка огуречек из того что было в их камере а да они не от хорошей жизни общаются через терминалы они заперты в камерах-одиночках же ролевые игры это вообще сюр база данных человечества давно уже почти полностью похерилась попросту от старости поэтому эти люди не знают половину значений слов образов и ситуации потому ощущение что те самые ролевые игры писали дети которые просто еще не понимают что пишут исторические изыскания это вообще нечто есть там среди них такой историк который старается хоть что-то исследовать из огрыбках данных вот например одно из его исследований своими словами у людей были некие кошки домашние питомцы смысл которых непонятен по сохранившимся записям эти существа были самыми наглыми вредными мерзкими на планете но люди испытывали перед ними необъяснимый трепет и носили их на руках мы не можем понять что руководило ими возможно несовершенство человеческой психики вот в таком духе исследования или вот про нашу с вами биологию мол нам приходилось питаться аж трижды в день иначе мы отключимся и не сможем повторно активироваться при том другие люди на форумах с таким же вожделением все это воспринимают типа вау что серьезно или да ну кошки я слышал это миф не было таких животных про кошек это кстати отсылка на пасхалку в общем повторюсь и смешно и страшно но дико интересно наблюдать за этим небольшим в полтора десятка морта лица общества у всех у них дурацкие имена и некоторые из них даже возмущается мол а чё тебе такое вот имя идиотское на самом деле это в основном сюжете объяснялось когда создавали генерацию имен для будущего искусственного поколения кто-то решил пошутить перед смертью по этой причине именно жители этого мира похоже на ники на наших с вами форумах типа васян 228 в таком духе знаете я снова повторюсь я не смогу словами передать весь этот интерес который захватывает вас когда вы читаете все это но таки да читать придется много как и в оригинальной игре и при том они постоянно обстёбывают разные моменты игры на вроде тех же мин говорят как они им надоели как надоелим эти лабиринты и прочее в общем скучно не будет ну и вот у них нормальное здоровое общество которому в общем-то и так неплохо и тут приходит посланник элохима то есть мы и говорит что мир вот-вот будет уничтожен а я пришел чтобы выгрузить вас всех туда куда туда до пес его знает игрок понимать что в реальный мир но уриэль этого не знает ибо элохим ему не успел объяснить не до того ему было все потому что сюжет напомню развивается за несколько мгновений до финала оригинала несколько мгновений для искусственного интеллекта это очень много скажем так но не бесконечность все же поэтому мир начинает постепенно деградировать но попробуй убеди в этом общество кто-то верит особенно тот кого мы первым освободили кто-то нет даже если мы их освободим а кто-то цепляет за прежнюю жизнь боясь что-то менять это я думаю аллюзия на нашу с вами боязнь смерти причем открытые самая прямая мы тоже цепляемся за то что у нас есть приди к нам сейчас посланник бога и скажи что мир погибнет очень скоро пойдем ли мы за ним вечную жизнь нет конечно мы найдем тысячу оправданий чтобы отрыгнуть руку помощи хорошо что наш бог это понимает но вот у элохима выбора нет да и у уриэля тоже не вытащил он за шкирку их просто сотрут вместе с симуляцией мира и вот мы регистрируемся на форуме и общаемся с заключенными в аду людьми для каких-то тем нам нужно повышать уровень доступа по факту это для сюжета не нужно но вот чтобы прочитать тайные переписки модераторов как они сомневаются боятся как не могут решить что же им делать тут нужно постараться для этого необходимо осмотреть все темы играть в ролевые игры и выигрывать ходить в галереи ну и так далее вот если с галереями прочими еще ладно тот ролевки тут очень многотекстовые долгие но все это нужно лишь для опознания лора и погружения в сюжет для прохождения но нам не надо зато можно выяснить много интересных вещей например то что концептуально этот ад не сильно отличается от того основного мира но это вы и сами увидите самая загадочная фигура тут некий админ он пришел сюда первым первый грешник и такие сатана которого элохим низверг в пустоту а уже админ из пустоты сотворил этот мир за долгое время а потом принял новых членов скажем так семьи на самом деле общего с сатаной у админа кроме того что назвал больше нет не больше чем у элохима со своим прототипом даже еще меньше однако выйти на эту личность получится не сразу собственно спасти все сообщество вытащив их на центральную площадь для подготовки к вознесению это сделают все несколько десятков головоломок и дело в шляпе но тут по-прежнему разбросаны звезды ирония в том что если раньше мы их собирали чтобы стать таким как уриэль то теперь сам уриэль собирает их для того чтобы открыть возможность освободить админа вообще это можно не делать у игры несколько концовок но вот загадки по его освобождению это что-то с чем-то очень сложное и пора уже наверное сказать о геймплее знаете самого начала я разочаровался разочарование связано с моими неоправданными ожиданиями я просто очень хотел увидеть новую стилистику да я понимаю что разработать новую стилистику это не два байта переслать но все же в итоге меня встретили уже привычные древние рим египет и средневековье с одной стороны это вполне обусловлено сюжетом админ строил мир по шаблону который знал сам а учитывая то что он точно также жил в той симуляции то есть строил он уже знакомые ему местности и все-таки я был бы дико рад увидеть нечто новое зная по оригиналу как разработчики шикарно воспроизвели стилистики эпох было бы потрясно видеть скажем нечто ближневосточное или даже хай-тек почему бы нет или ацтекскую тему с их пирамидами но ладно ладно все это хоть и привычно уже взгляду сказать что дизайнеры не потрудились значит нагло соврать первое что бросается в глаза масштабы если оригинальные локации не так уж и часто были большими то локации сделать и просто огромные причем иногда даже сами комнаты с испытаниями они вообще могут быть не ограничены стенами в принципе ты просто бегаешь по полю на одном конце клетка на другом конце лучей а масштабность возросла не везде и всюду но тем не менее и уже готовую стилистику уже привычную вернее стилистику обставили попросту отлично великолепный римский акведук шикарный египетский оазис и все в таком же духе ну и центральная база тоже сделано красиво и интересно что касается самих головоломок они все те же инструменты для решения не обновились они прежние зато сами головоломки местами ну уж очень мудреные впрочем оно так и в оригинале было по факту мне трудно сказать сложнее делся или нет я бы сказал они наравне иногда масштабность давит на сознание тебе кажется что головоломка слишком уж тяжелая но это иллюзия которой умело пользуются разработчики что до финала без спойлеров скажу и порадовал и разочаровал но разочарование опять же связано с моими ожиданиями которые не играет вообще никакой роли на самом-то деле что порадовало момент вознесения сделан шикарно полтора десятка андроидов исполняет привычные уже виргу сирена а затем под эпичную музыку завершается игра что не понравилось не до конца раскрыта тема с реальным миром возможно это было умышленно сделано чтобы потом забахать отличные полноценные продолжения виде второй части игры не знаю но вот объективный минус без которого игре точно было бы легче дышать после завершения я решил пройти игру на другую концовку и обнаружил что сохранение таки удалились сами да давай-ка мол снова решать эти загадки наши ищи звезды серьезно что ли ох ребят знали бы вы какие острые пики точеные я приготовил для разработчиков которые вынуждают вручную делать бэкэп и сохранений в итоге все концовки я уже досматривал на ютубе обидно блин по итогу у вас что все чу стоит вопрос играть в гиену или нет странно по моему все очевидно если вам понравилась игра принцип таласа то играть в гиену вам просто необходимо вам точно понравится это явно небольшой по масштабам dlc от которого не стоит ждать слишком уж многого и все-таки она очень качественная так что если вдруг по какой-то причине вы не прошли dlc например устав от оригинальной игры то вот вам хорошее предложение возьмите и пройдите поверьте она того точно стоит главное помните про завышенные ожидания не попадайтесь мою ловушку это не что-то эпичное вроде каменных сердец из ведьмака или войны избранных из 2 x кома но все-таки это очень хороший продукт который еще и сделает у вас чуточку умнее как и любая логическая игра удачи вам на просторах компьютерного ада и не забудьте вымыть свои андроидские манипуляторы перед игрой